всем здрасте забыла я куда-то сунул свой мелкий штатив вообще он не сегодня вообще пригодился бы когда я гуляла но не могла найти там где положила и он бы должен лежать его нет или он так лежит что его не вижу и у меня тут поступил запрос на поесть и вот у меня сегодня второй обед но на самом деле я просто на завтрак ела суп ибо мне чуть ничего не изготовлено но суп есть ступа меня на свином бульоне там вермишелька такая плавая которую в казани делают у нас магните в местном продают казанская вермишелька такую из казани приводила потом морковка лучок мясика этой свиньи сметанка и по моему больше ничего но может соли что надо как-то это вот соображать или уже на кухне потом когда нибудь делать потому что как-то я сейчас настраиваю камеру или мне лицо срезается тарелка вылезает или тарелка срезается лицо вылезает вот так вот я поставлю эту монитор наверное даже чутка сдвину еще вот почти на самый краешек монитор у меня стоит в общем приятного аппетита мне его я надеюсь у меня этот суп не успел остыть пока я тут с бубном прыгала мужская камера сначала что-то мне не хотела опознаваться я наверное забыла его посолить но соль у меня там а тут у меня еще есть чай пуэр по моему мне его юлька дарила когда-то там и еще зефирки и остатки были вчерашней роскоши что-то я подсела вот что куриный суп допустим с мясом просто куриный бульон да со сметаной вкусно в плюсе вообще первый раз так попробовала когда мы с подружкой там были в 2011 году и там нам мне я не помню что она заказала я себе заказала куриный бульон там какой-то сутки по по-домашнему там яичко половинка плавала куриного значит вермишелька какая-то лучок или петрушка что-то такое зеленое и нам почему-то вот мне вот в этот суп положили сметанку ну и соответственно куриный бульон и внезапно оказалось вкусно и вот сейчас я даже какой-нибудь не куриный смысле просто какой-нибудь мясной бульон или мясной суп хлопаю вот так со сметаной не знаю надо в камеру смотреть когда я жую или на тарелку ну как бы еще это надо с хлебом есть хлеб у меня конечно есть он холодильник или черный но че-то мне вот хлеба не охота надо было взять салфеточку какую-нибудь у меня тут только по-моему ой у меня тут даже сапливчика нет у меня тут есть только ватные диски чем ватный диск не салфеточка еще хочу сказать это казанская лапша она очень прикольная и даже дело как может конечно расточительство кто-нибудь скажет но я ее варила просто как макароны ну вот как эти длинные макароны только вот лапшой не вкусная то бишь она вкусная и так и так так вот обещала я там вроде как асмр вкусняшками сделать но у меня как-то они слегка не то чтобы их уже слопала но я их уже как-то вскрыла ими уже сложно короче будет вот этим пакетом похрустеть он у меня уже почти порвался и так же скаловой там по-моему полноценный пакет не вскрытие только у фиников вообще эти хапчики на камеру как я поняла что надо есть и говорить ну и не одновременно может как-то так совершенно противоречит тому что вдалбливается в детство в нашей семейке и вообще в этом в клане смирного кислевых т.д. когда я ем я глухонем но если вам нормально если я буду тупо есть на камеру и ничего не говорить то вы мне в каменты мякните чтобы не нарушать традиции поедания еды вот когда я ем уже немножко в этой тарелочке то ее можно безболезненно поднести ну а теперь мы попьем чайку пырчиком я именно этот блин специально нашла тут у себя ну когда вещи разбирала все еще чай никак не разберу надеюсь сегодня у меня все таки удастся эту полочку сзади по по борту вон там разобрать ну в смысле убраться в ней что там планирую исключительно чай поставить как она изначально была для этого приспособлена но вообще она изначально у меня была предназначена для чая сверху чая или как-то так снизу бумага теперь у меня бумага в разных местах а там исключительно чай должен быть по моим запланированным так сказать шесть этих зефирок было я так заказала в обзоре мне показалось что они цветные ну светлое такое белое а на самом деле ну из-за пакета так казалось она какого-то такого вот даже не молоко с черникой цвета ближе к такому розоватому камера не знаю передаст не передаст мне кажется на придут как белый но она вот не совсем белый такой грязно-розово-белый и вот тут вот мне там я видела но я не заметила тут короче кусочек черной смородинки ягодки попался в общем за 300 рублей вкусного мягкого свежего нежного лефира живущего 2 месяца практически нормальным составом мне кажется что нормальный состав 49 рублей вообще нормально тут даже зерночки попадают с этой смородинки зефир самойловские сладости 1868 62 год из черной смородиной ищите в магазине пятерка сейчас он идет по скидке я правда не знаю сколько он вообще стоит и раньше его там не видела на правда и пятерки то сейчас я покупаю но те кто любит зефир вообще шикарный зефир кстати заказчик-даритель очень хороший этот самый бальзам я уже потом до того как прочитала камень-то я загуглила в яндекс и вариацию такого на отзыве на него прочитала он такой вот ну как гигиеничка на губах никакого цвета не дает но увлажняет и вкусно пахнет и пахнет чем-то таким вкусным-вкусным вот чем-то таким очень знакомым не алое ну в смысле алое но вообще так специфический пахнет периодически а чем-то таким вот на зоне этих конфет еще нет я поняла что вот они смахивают на этот на конт или как он там как она города был в котором я была чебоксары вот на чебоксарские конфеты смахивает этот самый квадрат тюменский и как моя тетя сказала я вчера раз не угостил дань за посылку скажем так на этот лучше чем кремлина и вот действительно лучше вот черный шоколад или какой-то там ну и инжир в шоколаде вот такая вот фигня прям рекламу хапчик на камеру с рекламой сладкого не оправдачей почти закончился он мне вообще не нравится я периодически его покупаю но в шоколаде ни разу не ела в офигенно короче на зоне нету этого еще продажа счастья лисичковые такие конфеты и на сайте можно купить я так поняла только в определенных городах ну там список где-то купить моем на самом сайте к сожалению не купишь я гуляла парке и напала на комаров точнее не наверно на меня напали не слишком много но видимо чё-то успели покусать чая-то там почти него кстати пакетированный тоже очень хороший чай пакетированы тот который предыдущем видео посылки с этими конфетами от руки краснодара краснояра короче тот который красном тот где выращивают краснодарск ярск где выращиваю чай короче их и снова запутала я уже буду радиусы диаметр примерно также чай закончился совсем у всем спасибо за компанию надеюсь вы вдохновили еще не захавать и всем пока пока